Рексхэм Недалеко от центра города есть старый стадион. Никто не вкладывал в него даже пенни, пока его не купили Дэдпул и Роб Макклхэнни. Этот припев сделал крохотную группу Дэкландс Вонс одним из символов 60-тысячного городка под названием Рексхэм, а трек — неофициальным гимном местного футбольного клуба. Рейнольдс и Макклхэнни даже никогда не смотрели футбол, но увидев документальный сериал про Сандерленд, захотели сделать так же. Все знают, кто такой Райан Рейнольдс, верно? А кто такой Роб Макклхэнни? Роб — автор и один из главных героев сериала «Филадельфия и всегда солнечно» популярного американского ситкома, который снимают уже 16 лет. Благодаря одной из главных ролей Роб довольно популярен в США и дружит с топовыми актерами. Однако он не работал в других больших проектах. Весной 2020 года Макклхэнни начал смотреть уже упомянутую документалку про Сандерленд и так сильно загорелся идеей, что решил сам стать совладельцем клуба из низшей лиги. Скорее всего, эта идея так и осталась бы в мечтах, но Макклхэнни написал на почту Райану Рейнольдсу, суперзвезде Дэдпула и совладельцу компании American Gin. Райан только-только продал свою долю в этой компании и имел на руках несколько сотен миллионов долларов. На вопрос Макклхэнни, не хочет ли Дэдпул стать совладельцем, тот без промедления ответил, что он в деле. Клуб выбирали по нескольким критериям. Во-первых, это должен быть спящий гигант с длинной историей. Во-вторых, клуб должен находиться не выше третьего дивизиона и не ниже шестого. Но и самое важное, у клуба должна быть активная поддержка болельщиков. Рекс Хэм не был единственным вариантом, но лучше всех подошел по критериям. Клуб был основан в 1864-м. 23 раза выигрывал Кубок Уайтса. Здесь заканчивал Иоанн Раш и провел 8 лет карьеры сын сэра Алекса Фергюсона Даррен. В 92-м году в британской футбольной системе произошли реформы, и Рекс Хэм перешел из Валийской лиги в английскую. И вот на момент покупки Рекс Хэм болтался в 5-й английской лиге, а каждый матч посещало около 4,5 тысяч болельщиков. Вообще, стоит сказать, что Рекс Хэму повезло с географическим положением. Наш клуб представляет половину Уэльса, рассказывал бывший председатель совета директоров Спенсер Харрис. В Уэльсе всего 4 профессиональные команды. Три на юге — Кардив, Суонси и Ньюпорт. А в северном Уэльсе живет 750 тысяч человек. Им нужна команда, которой они бы гордились. Рекс Хэм как раз на севере. У нашего фонда болельщиков были большие планы, но не было денег. Но когда клуб купили американские звезды, деньги появились. 12 лет назад Рекс Хэм вылетел из 4-й лиги в 5-ю и застрял. Дело в том, что первые 4 лиги в Англии — профессиональные и входят в английскую футбольную лигу. 5-й и 6-й уровень — это полупрофи. Только чемпион из этой лиги напрямую поднимается наверх. Четыре другие команды бьются в плей-офф за еще одну путевку. И у Рекс Хэма никак не получалось пройти плей-офф. На тот момент клубом владели болельщики. Они спасли команду от банкротства в 2011 году, продали землю под стадионом местному университету и спокойно жили в статусе неудачливого середняка 5-й лиги. Пока в мае 2020-го Спенсеру Харрису не позвонили люди, захотевшие купить клуб. Он даже не знал, что за инвесторы приходят в клуб, но увидел в них новую надежду для Рекс Хэма. Отказываться было просто глупо. Рекс Хэм никогда не интересовал инвесторов. А тут кто-то готов вложиться и помочь валийской команде подняться. Харрис подписал соглашение о неразглашении и просто обалдел от фамилии инвесторов. Если бы вы спросили их о футболе, то, думаю, Роб и Райан сказали бы, что ничего в этом не понимают, но провели много исследований перед выбором Рекс Хэма. Рассказывал Харрис. Роб изучал архивы, смотрел старое видео и читал историю клуба. Даже рассказал о нашем знаменитом параде после выхода во Вторую лигу в 1978 году. Так что им точно нравится управлять нашей командой. Однако всё не так просто. По британским законам нельзя просто так продать клуб американским актёрам. Новые владельцы клуба должны были представить проект развития Совету директоров, а также получить одобрение двух тысяч болельщиков-владельцев акций. Рейнольдс и Макл Хэнни сделали видеозвонок с активом болельщиков и долго объясняли, каким будет новый Рекс Хэм. Вот что они пообещали. Во-первых, защищать наследие клуба. Никогда не проводить ребрендинг, не менять название и никуда не переезжать. Во-вторых, улучшить стадион, чтобы он мог принимать матчи сборной Уэльса и мог проводить массовые мероприятия, например, концерты и тому подобное. Далее, увеличить посещаемость клуба. Ну и самое главное, американские инвесторы пообещали вернуть Рекс Хэм в четвёртую профессиональную лигу. Всё звучало довольно амбициозно. Презентация прошла успешно. А 16 ноября 2020-го новых владельцев объявили публично. «Может, вы никогда не слышали раньше о Рекс Хэме? Но скоро узнаете», — заявил в рекламном видео Макл Хэнни. «С чувством смирения принимаемся за работу», — продолжал Рейнольдс. У скромного Рекс Хэма началась новая жизнь. И вся она связана с медиа. Миллионы просмотров в соцсетях и американских ток-шоу. Новые владельцы учат валийский язык и пьют в местном баре с фанатами. О маленьком клубе из пятого дивизиона говорили в шоу Джимми Киммала в США, а также посвятили сюжет на BBC. Как итог такой медиа-стратегии, стоимость спонсорского расположения на футболке клуба выросла в 10 раз. Теперь среди спонсоров есть всем известная компания TikTok. Ради контракта с TikTok'ом Рейнольдс и Макл Хэнни завели там аккаунты. Они несколько раз в месяц снимают ролики в футболках Рекс Хэма и разбавляют футбол бэкстейджем со съемок. Пока цель владельцев — сделать клуб ярче и популярнее, чтобы привлечь инвестиции и болельщиков. Поэтому за последний год Рекс Хэм стал настоящим медиапроектом, а Рейнольдс и Макл Хэнни ищут любой позитивный повод, чтобы пошуметь. В общем, американские актеры добавили много юмора и легкости в медиа-жизнь Рекс Хэма. В анонсе документального фильма про клуб Райан и Роб говорят со зрителями с валийским переводчиком, делая вид, что в Уэльсе не понимают английский. Привет! Меня зовут Роб Маккл Хэнни. Меня зовут Райан Рейнольдс. Привет! В НОЭ ты Роб Маккл Хэнни, а в НОЭ ты Райан Рейнольдс. Это Максин, и она нашим переводчиком. Но кажется, лучшая реклама клуба в ролике, анонсирующем Рекс Хэм в FIFA 22. Уже несколько месяцев идёт наш первый сезон в качестве владельцев Рекс Хэма, но многие до сих пор не знают, где находится Уэльс. Многие думают, что Уэльс — это часть Англии. Но это не так. В игре этот регион называется «Остальной мир». Это важная часть мира, известная разнообразием культур, климата и футбольных клубов. Здесь много активностей. Если вы собираетесь посетить «Остальной мир», загляните в Рекс Хэм. В конце 2022 года Рейнольдс и Маккл Хэнни наконец сами посетили матч своего клуба. Рейнольдс был в настоящем шоке после игры. «Раньше для меня было пыткой смотреть футбольный матч», — рассказал Рейнольдс. «Но вживую я понял, что всё совсем не так. Каждая секунда матча была интересной. Мы отыграли со счёта 0-2 и всё равно проиграли. Так что в паре моментов у меня была настоящая агония. Это было захватывающе! Уже через пару дней после этой игры стадион Рекс Хэма превратился в съёмочную площадку. У самых преданных фанатов брали интервью для документального фильма. Медиаактивность — это, конечно, хорошо. Но новые владельцы выполнили своё самое главное обещание. Рекс Хэм наконец-то выбрался в четвёртую английскую лигу, где уже неплохо стартовал. На матчи команды приезжает всё больше звёзд. Больше звёзд — больше внимания к клубу. А значит, и больше денег. Вот такая простая, но эффективная стратегия. Кто знает, может, через несколько лет мы увидим Рекс Хэм в АПЛ. А на этом всё. Пишите в комментариях, как вам история про Рекс Хэм. Ставьте лайки и бейте в колокол. Здесь будет ещё много интересных футбольных историй.